Амбулатория в селе Шолтазера уже на протяжении пяти месяцев располагается в школе. Администрация образовательного учреждения потеснилась и предоставила несколько помещений в правом крыле здания. Это произошло сразу после пожара, который случился 17 мая. Здесь разместились кабинет для приема терапевта, педиатра, процедурная, пункт скорой помощи и комната для водителей. Школьников не стеснили, резервы у здания есть. Но все-таки лучше, чтобы у амбулатории был свой дом. Земельный участок с готовыми коммуникациями для строительства уже найден. Компания из города Коврово разработала проект амбулаторий из металлоконструкции, который не очень подходит для северных территорий. В Карелом у них лежит душа, понимаете, даже с местным населением разговариваем. Что за домик все бурашки построили? Возможно, стоит подумать о строительстве деревянного здания силами местных компаний, предложил глава. Представитель Минздрава отметил, что опыт строительства таких ФАПов в республике есть. Мы с нашими карельскими компаниями сейчас в ближайшее время, наверное, на следующей неделе будем разрабатывать проект, подготовимся. И в следующем году будем определять источник финансирования. Построить амбулаторию планируют в 2021 году. В Шелтазерской школе сейчас обучаются 130 детей. Два года назад здесь поменяли окна и недавно теплоузел. На программу энергосбережения в республике в этом году выделили 150 миллионов рублей. Замена окон, теплоузлов и дверей позволит сэкономить тепло и финансы. Но объем работы большой. Глава Карелии призвал присоединиться к акции «Подари тепло» предпринимателей. Конечно, будем благодарны, если помимо наших усилий бюджетных, наши предприниматели, меценаты, благотворители, наверное, такое русское слово хорошее, действительно подключатся и мы общими усилиями сократим время вот этих наших реформ, которые связаны с приведением в надлежащее состояние наших учебных звеньев. Шелтозерская котельная здесь же рядом. В августе ее взяла на обслуживание компания ТГК-1. Замена котла и сетевых насосов позволили оптимизировать затраты на теплоснабжение. Разбираться будут с задержками зарплаты кочегарам Шелтозерской котельной. Субподрядчикам компании «Энергоремонт», которая допустила нарушение, сотрудничество прекратят. Следующий пункт – поездки по прионежью поселок Ладва. Котельную здесь также обслуживает ТГК-1 и сейчас занимается реконструкцией. В этом году энергетики модернизируют здания, в следующем хотят поставить новые котлы. О том, что делать с пустующими зданиями поселка, говорят здесь же. Рядом с котельной бывшие общежития и корпуса сельхозучилища. Они пустуют и разрушаются. Общежития, возможно, переделают под расселение аварийки. Верхние этажи корпусов также отдадут под жилье. Через несколько лет это место должно превратиться в жилой микрорайон. Юлия Кучеренко, Влад Будников, Сампо ТВ 360, Прионежский район.